Поставили подписи Фонд социального страхования, Союз пенсионеров заключили первое соглашение, что подразумевает документ. Высокая награда Ненинское профессиональное училище среди лучших образовательных учреждений России. Как СУЗу удалось добиться таких результатов и кто сегодня там обучается на новые специальности? Сезон лука и чеснока в регионе. Официально завершилась первичная кампания среди населения. Подводим итоги большое интервью со специалистом. Уникальный арктический пустозерс готовится отметить большой юбилей – 520 лет со дня образования. Какие запланированы мероприятия? Об этом мы не только. Расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги пятницы. Последнего рабочего дня в студии Ряха Танзейский. Мы начинаем. Фонд социального страхования и Союз пенсионеров заключили соглашение, в рамках которого теперь будут строить свою работу. Союз пенсионеров стал третьей стороной в документе. Ранее подобные соглашения были подписаны с региональными отделениями общества инвалидов и общества слепых. Подробности далее. С подписанием соглашения региональное отделение Союза пенсионеров России стало третьим партнером Фонда социального страхования. И по мнению сторон, благодаря такому сотрудничеству работа фонда станет еще продуктивнее, а для непосредственных получателей социальных услуг информативнее и доступнее. Это соглашение наше дает вам возможность, мне и всем вам, и вам тоже, более открытость в выдаче путевок. Мы мы с ЗАМИ знаем, что сколько бродит всяких разговоров, что вот каждый год один ездит, другой не может попасть, что путевок мало, куда не деваются, а вот гласность и справедливость все расставят на свои места. Мы сможем обмениваться информацией, мы сможем, соглашение нам поможет улучшить какие-то результаты работы, выслушать пожелания данных граждан, так как в основном это люди те, которые подпадают под нашу категорию, кому мы оказываем государственные услуги. Кроме того, специалисты фонда отчитались предсобравшимися о своей работе за 2018 год, рассказали о планах на 2019. Основное направление деятельности фонда – обеспечение инвалидов техническими средствами, реабилитация – организация для определенных категорий граждан санаторно-курортного лечения. Очень непростой вопрос – это санаторно-курортное лечение. Учитывая, что санаторно-курортное лечение – это федеральные средства, сумма их недостаточно высока, как бы хотели наши жители. Поэтому здесь мы постараемся сориентироваться так, чтобы отправить граждан в санатории, может быть, в который им удобно съездить, заключить государственные контракты. То есть в те места, в те области, где более доступен проезд и где лечение наиболее лучше. Ну и по техническим средствам реабилитации – это, конечно, качество технических средств реабилитации. Здесь, конечно, не все зависит от нас. Здесь мы проводим конкурсные процедуры. Встречи впервые проходят в таком формате, но в фонде социального страхования уверены, такая совместная работа имеет положительные результаты. В планах проводить подобное собрание два раза в год, чтобы специалисты фонда имели возможность отчитаться о промежуточных результатах деятельности. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Среди лучших в стране Ненецкое профессиональное училище стало лауреатом сразу нескольких всероссийских конкурсов в достижении о более чем весом. И это стало возможным благодаря обновлению материально-технической базы, высокой квалификации преподавательского состава и, конечно, появлению новых специальностей, в которых так нуждается наш регион. Тема продолжит Иван Кутенников. «Медленье, вот так, контролируем сварочную ванну и заканчиваем, раз отрывом». Практически урок у ребят, которые выбрали для себя профессию сварщиков. Это одна из новых специальностей, появившейся в учреждении в текущем учебном году. Сейчас на первом курсе у студентов хватает и лекционных занятий. Но, например, Данил Спиридонов считает, что гораздо интереснее, конечно, работать за оборудованием, чем сидеть за партами. «Вообще обожаю учиться. На сварщика пошел, потому что профессия прибыли. Больше практикой нравится заниматься, чем сидеть на уроках и читать книги. Сложно? Нет». Сегодня на специальных тренажерах студенты отрабатывают навыки на плавке валиков. Сразу нескольких видов. Как прямого движения, так и колебательного. Аппарат записывает весь процесс, благодаря чему после занятия каждый может проанализировать свою работу. Заданиями ребята справляются по-разному. «Видно, что им интересно, конечно, заинтересовались. И получается, получается не у всех по-разному. Но вот есть у нас паренек, который сегодня уже на 97% выполнил задание. То есть это зачет, это супер. То есть после 80% ставится зачет. У него было 97-98% выполнения именно этого задания на плавка валиков. А у кого-то 4, 5, 10, 15. Вот так вот все по-разному». А здесь сразу в двух кабинетах учатся будущие мастера ЖКХ – электрики и сантехники. Некоторые сидят за ноутбуками и пишут программы. Затем их передают на специальный макет. «Сколько по времени вообще занимает это, да, программирование до того?» «Если начинать учиться, то очень долго. Если уже знаешь, то 20-30 минут, может, если умеешь». В соседнем кабинете студенты собирают и разбирают раковины. Работают даже с импровизированной стиральной машинкой. Затем проверяют усправность кранов и системы слива. Еще один специальный тренажер – так называемый «умный дом». С его помощью ребята, например, знакомятся с системой отопления. «У них есть программа. Сидят на компьютерах, двое программируют. Они начертили себе схему будущего дома своего отопления. Они создают ее макетом, нажимаем старт, начинается работа и пишут, сколько неисправностей, или она работает полностью, эта система». Постоянное развитие учреждения, в том числе и с помощью внедрения новых специальностей, не остается без внимания. Не так давно НПУ стала лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века» – «Лига лидеров 2018». А его директор Галина Медведева в рамках ежегодной Невской образовательной ассамблеи удостоилась награды «Эффективный руководитель 2018». И это еще не все достижения. «Показывали изменения, которые произошли в материально-техническом оснащении образовательной организации, что мы получили и как мы начинаем использовать демо-экзамен, world skills и так далее. И вот эти все успехи, они как раз привели к тому, что мы попали в топ-100 и сначала ведущих организаций среднепрофессионального образования, а сейчас буквально недавно мы еще прошли и попали в топ-100 ведущих образовательных организаций Российской Федерации». Но уже 28 апреля Ненецкое профессиональное училище отметит свой 60-летний юбилей. В памятной дате будут организованы тематические выставки об истории учреждения. Конечно, не обойдется и без традиционных конкурсов, а также встреч выпускников. Само торжественное празднование состоится 26 апреля. В регионе завершена вакцинация населения против гриппа. По мнению специалистов, это наиболее эффективный способ защиты от болезни, а также возможных осложнений. Итоги привычной кампании уже подвели в профильном департаменте. О ее результатах в интервью нашей сумочной группе рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Ненецкого округа Елена Левина. Елена Степановна, здравствуйте. В Ненецком округе завершилась кампания по вакцинации. Вот каковы ее итоги? Здравствуйте. У нас вакцинация по гриппу завершена. Проводилась она с сентября по декабрь месяц 2018 года. В рамках этой иммунизации мы привили 19 906 человек, в том числе 8 тысяч детей. По плану мы планировали привить 45% населения, по факту получилось 45,2%. Среди тем, что у нас ожидается подъем эпидемиологически заболеваемости ОРВИ и гриппом в январе-марте, то есть я думаю, что в нашем населении сформируется стойкий иммунитет. И нашествие этой инфекции мы переживем благоприятно, без тяжелых осложнений. А вот это количество людей, которое было привито в этом году, по сравнению, может быть, с прошлым, это больше или меньше? Да, в прошлом году было меньше привита. Там было около 17 тысяч человек привита, в этом году чуть больше привит. То есть как вообще люди реагируют? Известно, что к вакцинации все относятся по-разному, кто-то категорически против. То есть в этом плане как население стало, может быть, лучше реагировать, опять же, учитывая, что больше привито, чем в прошлом году? Ну, в этом году у нас была... И вообще как работа проводится? У нас очень мощная была информационная кампания проведена. И огромное спасибо нашим медицинским работникам, которые, помимо того, что прививали население в медицинских кабинетах, в медицинских организациях, они еще выходили в организованные коллективы, работали в выходные дни. То есть благодаря тому, что таким образом была обеспечена более высокая доступность, люди привились больше, чем в прошлом году. Если человек отказывается от вакцинации, то почему он может отказаться? То есть это его полное право? Ну, вообще по законодательству такое право у гражданина предусмотрено, что он может отказаться от любого вида вакцинации. Но с учетом того, что все-таки мы в организованных коллективах находимся, наши сотрудники и медики, что средние, что врачебный персонал, они все равно работают и проводят, разъясняют гражданам, как родителям, так и взрослому населению, имеющему детей, насколько это важно, насколько необходимо и насколько это предотвратит развитие серьезных и тяжелых последствий, если отказаться от вакцинации. Благодаря вакцинации мы же победили очень много заболеваний, то есть у нас уже практически не регистрируется полимелин на территории Российской Федерации. В округе его нет уже давным-давно, у нас нет кори, у нас очень низкая заболеваемость туберкулезом в округе. У нас была планерка по итогам 2017 года, у нас уровень заболеваемости туберкулезом всего составил около 12%, в прошлые периоды было 44%. Благодаря этой работе планомерной, мы вот эти заболевания социально значимые, опасные, которые способствуют анализации населения смертности, то есть мы их снижаем очень хорошо, благодаря вакцинации. То есть это очень мощный фактор профилактики для того, чтобы у нас население вело долгую, продуктивную жизнь. Чем люди мотивируют свой отказ от вакцинации? Какие, может быть, самые распространенные причины они называют? Ну, больше всего у нас от вакцинации отказываются родители, имеющие несовершеннолетних детей. По их мнению, вакцина содержит вещества, которые могут негативно сказаться на дальнейшей жизни ребенка, то есть могут вызвать неонкологические заболевания, неврологические состояния, какие-то неуправления и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, у нас фактов на сегодняшний день таких нет, чтобы кто-то из детей негативно реагировал на вакцинацию именно в той части, которой опасаются родители. Так? Ну, очень сейчас много в СМИ идет, особенно в интернете, информации о том, что это вредно, это не нужно. Люди читают интернет, не доверяют докторам практически, поэтому в связи с негативной информацией, которую в интернете самообрабатывают родители в своей интерпретации и отказываются. То есть больше идет накручивание? Да, больше идет накручивание. То есть фактов достоверных, что кто-то от вакцинации погиб, вот на сегодняшний день и на нашей территории, по Северо-Западу, я тоже не, статистику смотрели, мы не видели, чтобы от вакцинации кто-то погибал. А осложнений в легкой форме есть, ну, это самое, часть детей реагирует, да, то есть это либо высокая температура, либо там недовогание какое-то. Это естественно, начинает работать иммунитет, то есть как бы от этого тоже, как бы, никто не застрахован, и реакции, они даже в инструкции прописаны, какие могут быть. То есть это допустимо, формируется иммунитет, но такого, чтобы с летальными исходами, такого, конечно, у нас не было. Вы сказали, что волна, да, эпид-порога, повышение ожидается сейчас в январе. Январь-март, да. Январь-март, это самое пиковое, да? Ну, это будет, да, это самое, с учетом того, что сейчас у нас очень холодно, вирусная инфекция, сильная холода не развивается, то есть как только пойдет на спад низкие температуры, начнет подниматься, начнется слякоть, тогда начнется волна вирусной инфекции. Ну и плюс того, что у нас сейчас начнут возвращаться с отпусков люди, то есть будут привозить эту инфекцию, то есть вот готовимся к этому. Елена Степановна, спасибо вам большое за ответы. Пожалуйста, желаю вам здоровья. В этом году исполняется 520 лет со дня основания Пустозерска. В юбилейный год историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник проведет ряд мероприятий, посвященных первому русскому заполярному городу. В частности, весной в Кирове начнет работу выездная выставка «Пустозерск. Пять веков спустя», которая расскажет о современном Пустозерске, памятнике археологии, федерального значения, развитии сопредельной территории, археологических раскопок, туристических маршрутах, паломничестве и других аспектах. В мае состоится акция «Ночь в музее». Она будет посвящена трем окружным юбилеям, в том числе и легендарному арктическому городу. Летом непосредственно в Пустозерске начнет работу традиционный волонтерский лагерь. В рамках подготовки к празднованию 520-летия продолжит работу проект «Культурный код Пустозерска», направленный на развитие туристического направления. Одним из главных юбилейных событий станет межрегиональный проект Пустозерского, Ненецкого краеведческого и Архангельского краеведческого музеев. Выставка «Первые в Арктике» откроется в сентябре в Доме Шевелевых. Как сообщают музеи-заповедники, экспозиция должна полностью обновиться и останется действовать на постоянной основе. Планируется, что в 2019 году в рамках национального проекта «Культура» будет реализован инновационный проект «Воскресший Пустозерск» музея-заповедника, направленный на создание интерактивной визуализации дополненной реальности первого русского города в Арктике периода его рассвета. Это 17 век. В Ненецком округе объявлен конкурс на предоставление субсидий для социально ориентированных НКО. Прием заявок начнется с 30 января в Департаменте внутренней политики округа. Согласно конкурсной документации, субсидии из окружного бюджета предоставляется на оплату и возмещение расходов, связанных с организацией дистанционного обучения, а также с прохождением обучения на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, круглых столах, конференциях, съездах работников и добровольцев за пределами Ненецкого округа. Дополнительно проводится конкурс субсидий на осуществление уставной деятельности НКО. Заявки на участие в конкурсе некоммерческие организации смогут подать в рабочие дни с 30 января по 19 февраля. Список победителей будет размещен на официальном сайте профильного ведомства. Максимальный размер субсидий на обучение предоставляемой из регионального бюджета одной организации составит не более 50 тысяч рублей, а на осуществление уставной деятельности до 500 тысяч рублей. Для оказывающих информационную, консультационную, образовательную, организационную или иную ресурсную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям размер субсидий составит до 1 миллиона рублей. Всего на поддержку некоммерческого сектора в бюджете Ненецкого округа на 2019 год предусмотрено порядка 15 миллионов рублей. Самовыражение через танец, удивительные возможности тела, горечь поражений, вкус победы, драйв и творчество – все это можно будет наблюдать на танцевальном фестивале «Разморозка», который пройдет во Дворце культуры Арктика уже 27 января. Это особенный вид состязаний, время которого участники по очереди импровизируют на танцполе. Фестиваль «Разморозка» будет проходить в третий раз в этом году. По словам организаторов, программа танцевального батла будет расширена. Этот фестиваль для танцоров современных уличных направлений, но в этом году мы добавили категорию для всех танцевальных направлений. То есть могут участвовать у нас и восточные танцы, и бальные, и народники. То есть мы немножко уже расширяемся. Фестиваль такого необычного формата, потому что у нас проходят батлы на фестивале. То есть соревнуются не только команды, лучшие команды города, но и сами танцоры. То есть они сольно танцуют, друг против друга выступают, соревнуются. По традиции будет двое приглашенных судей. Они будут оценивать не только соло и двойки, но и танцевальное шоу лучших коллективов округа. Кроме того, накануне мероприятия 26 января гости региона проведут танцевальный мастер-класс. У нас будет два судьи именитых, Мария Боделак и Алексей Шалбуров. Они очень известные танцоры, хореографы, педагоги с большим стажем. Они приедут к нам с мастер-классами и будут, соответственно, судьями на нашем фестивале. Организаторы напоминают также о необходимости предварительной регистрации для участия. Сделать это можно до 23 января. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. Увидимся в понедельник. Всего хорошего и хороших выходных.